Новый мост между Житковичем и Туровым должен быть построен уже в этом году. Такую задачу президент поставил сегодня во время рабочей встречи с вице-премьером. Переправы, возведенные еще в советские времена, стали проблемными, поэтому вопрос комплексный. Александр Лукашенко поручил обратить на него особое внимание. И в то же время оперативно действовать на месте нынешнего ЧП, организовать подвоз до Турова и Житковича, чтобы люди могли нормально добраться на работу. Также президент сказал, что намерен посетить этот район весной и проконтролировать выполнение поручений. Это личный твой проект, поскольку это твоя родина. Я буду весной там и не дай бог люди начнут жаловаться, что мы не соприкоснулись с этой проблемой. Главное, чтобы было у тебя под контролем. Тебе позвонят из дому, позвонят местные руководители и скажут, есть там проблемы или нет. Но я в субботу выеду. Сам посмотришь, когда будешь, не обязательно там за них работать. Там есть свой вице-премьер и свой министр. Они этим занимаются и очень активно. У меня этот вопрос на контроле. Но думаю ты, я говорю еще раз повторяю, это твоя родина. И ты в год малой родины как раз не должен от этого отвернуться. Ну и пусть смотрят правительства, смотрите, и другие мосты аналогичные. У нас там есть проблемы. Не надо ждать, пока опять где-то что-то лопнет или треснет. Ну что делать? Надо укреплять, переделывать эти мосты. Может быть еще дополнительные опоры подвезти. Но так, чтобы они держались и служили. А так мы сейчас поограничиваем движение, потом закроем. И люди будут как здесь за 300 километров ездить через Моцарь. Это же не дело. На встрече обсудили актуальные вопросы экономики, в частности, поставки белорусского молока в Россию. Между странами вновь начались споры и найти выход из ситуации задача для правительства. По информации президента, в Россию недавно завезли из дальнего зарубежья сухое молоко, излишки которого сейчас и пытаются реализовать на внутреннем рынке по высокой цене. При этом придерживая белорусский, доступный для населения продукт. Такой подход не должен оставаться без ответа. По словам вице-премьера, белорусская сторона уже провела несколько встреч на площадках Министерства сельского хозяйства и правительства России. Подходы к урегулированию вопроса найдены. Тупроки, те, которые там ведут, что вот сухое молоко белорусское где-то там демпингует. Мы показали нашим коллегам российским, что мы завезли сухого молока цельного и обезжиренного, продали, вернее, на Российскую Федерацию. По ценам выше, чем в Российской Федерации и по ценам выше того сухого молока, которое за этот период, это ни много ни мало, завезено российской стороной. Это их, конечно, право. С других стран, с третьих, 47 тысяч тонн. На прошлой неделе Россия решила ввести запрет на поставки белорусского молочного сырья. Эксперты связывают такие действия с перезбытком на российском рынке импортных аналогов из дальнего зарубежья.